Дорогие друзья, мы находимся в городе Уфа. Это Владивосток, тут будет 530 участников. Первый ряд уже занят вип-клиентами. Кулаки, как их называли. Вот они сидят. На самой оживленной остановке это город. Для того, чтобы на мастер-классах Максима Батрева было не скучно не только участникам, но и всем остальным. Покажите на такое особенность, что никто не увидит. Пожалуйста. Я вообще ни разу такого не видел, даже в иностранном. Это, конечно же, кажется удивительным. Хотите чай закажем? Можно и коньяк стать. Не шучу. А что это вы тут делаете так поздно? У нас такие яркие примеры есть, которые очень много сил складываются в город. Благородный. Дорогие друзья, мы продолжаем коллекционировать кейсы региональных компаний, которые стали лидером рынка. И на этот раз нам удалось договориться с компанией «Этажи». Это самое крупномасштабное агентство недвижимости, которое имеет представительство во многих очень городах России, даже в республиках бывших советских. И нам согласился дать интервью Ильдар Хусаинов, собственник организации. Пойдемте посмотрим, как здесь все устроено. И вот как раз мы можем увидеть карту охвата, так скажем, этой компании. Давайте подышим воздухом организации «Этажи» и посмотрим, что же здесь такого особенного. Ну, во-первых, мы сейчас, Максим, вечером с вами находимся. Уже там мы где-то, по-моему, сейчас время ближе к 8, да, если не ошибаюсь? Без 10-8. У нас уже рабочий день, в принципе, кончен. У нас 70 активность падает. Так тут все очень хорошо. Да, я был как-то в этом офисе, я видел этот настоящий муравейник. Да, да, живо-живо-живо. То есть это у нас клиентская зона в нашем главном офисе. Здесь в основном клиенты. Здесь ресепшн у нас. Все, здесь у нас представлены все банки основные. То есть Дельта, ВТБ, Сбер, Сбер. Все, здесь у нас переговорные. Мы их называем «Комната успешных переговорных». То есть, потому что... Класс. Ну, как капитан Врунгель говорил, «Как яхту назовешь, так она и поплывет». Здесь мы очень много обучаемся. Вы учите своих сотрудников здесь, да? Постоянно. То есть, если я приеду проводить мастер-класс, я буду здесь, чем у кого-нибудь. Да. Я сам до сих пор 4 часа в неделю провожу обучение для своих сотрудников. Да. Тобственный. Да. Еще раз уроку поздно. Да. Я очень много готовлюсь. Я читаю книги. Продажам. Конспектирую, продажам учу. Почему я должен купить квартиру в компании тоже? Значит, я сначала, по идее, у вас потребность должен узнать. Почему? Вы, так сказать. Да, ну, допустим, я... Прямой, прямой вопрос. Прежде всего, потому что вы в этом случае получите квартиру дешевле, чем покупали бы сами. Потому что у нас большой выбор, мы знаем все объекты, мы умеем профессионально торговаться. Вы получите очень быструю ипотеку. И иногда с преференции банка у нас иногда ипотека дешевле, чем в самом банке. Вы получите широчайший выбор квартир. И, может быть, часть квартир вы бы даже и не увидели. У нас все постоянно в онлайне. Свежая квартира только зашла, есть шанс первую ее взять. Массовый товар, штучная квартира, это штучный товар, вы там где-то будете жить. Ну и самое главное, замечательный риэлтор, с которыми просто приятно, знаете, вместе походить, выбрать квартиру. Это что же важно? Вот он. Вот он. А покажите нам такое особенное, что никто не увидит. А что никто не знает? Пожалуйста. Ходите, чай закажем. Я не понимаю, почему. А можно посмотреть? Рестораны, рестораны, почему это не сделали? Это что значит? Вот чай или кофе. Выбираем кофе или, допустим, сахар. То есть я сижу, я клиент, да? Да, вы можете заказать. Можно и коньяк стать. Не шучу. Да, а можно, если попробуем сейчас? Сработает, нет? Вот я воды хочу, я хочу воды проверить. Вода. Я, кстати, слышал, что одна из, так скажем, характеристик компании... Вода прохладная или теплая? Теплая, теплая. Теплая, да? Теплая, да. Заказать. Заказать. Напитки ожидается, вода теплая. Ну, дать посмотрим. Сейчас узнаем. Сейчас проверим. Счастье – это когда тебя понимают. Это, знаете, самый такой слабый уровень IT-решений. Не, ну, это понятно, да. То есть у нас уже очень много big data там, реально, очень много структуры информации, как можно там зайти там, посмотреть. Мы считаем, вот все-таки будущее за низкими издержками. А низкие издержки – это автоматизация. Нужно меньше тратить и больше зарабатывать. Поэтому надо уметь, вот, это ж не просто так сделано, да? Юль, спасибо. Спасибо, Юль. Так, ну, давайте в ипотечный отдел зайдем. А что это вы тут делаете так поздно? А, вы до восьми дежурите, да? Так, это у нас отдел ипотечного противника. А вот там, допустим, там, ну, все рейтинги у них здесь, как, что происходит. Дистанционные заявки, вот они там зашли. Коммерческая тетя. Так, здесь у нас юротдел. Пойду-ка я на юрфак. Так, здравствуйте. 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 Так, Егор, привет. Расскажи нам, что у вас тут происходит? А что это такое, скажите? Это юротдел. Это вот какие договора сейчас будут? Наряд. В онлайне. Это все есть, кстати, в мобильном телефоне. Кто подал? У каждого сотрудника свое мобильное приложение. У нас есть четкие нормативы понимания нагрузки. Время юриста привязано к количеству обработанных договоров. Есть аклам, да. Обратите внимание, удобная штука везде, чтобы было понятно. Пишем сразу же. Зачем, кто, как. Вам не страшно рассказать секреты конкурентам вашим? Нет. Нет, не страшно. Или это именно так и отрасль как раз подтягивает? Конечно, конечно. Пусть развиваются все. Терпение и труд все перетрут. Раз. Кончил дело, гуляй смело. Два. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Три. Работа не волк. Нет, нет, это не надо. Это место, где все фотографируется. Оно так это хорошо смотрится, если честно. А скажите, вот еще вопрос, да? А вы сами не хотели стать застройщиком? Нет. Я считаю, во-первых, каждый должен своим делом заниматься. Во-вторых, как только мы станем застройщиком, другие застройщики будут воспринимать нас как конкурентов. Мне всегда хотелось что-то на стыке, знаете, финансов, юриспруденции. Мне кажется, релкинский бизнес, он такой. Такой, знаете, благородный. Благородность в том, что мы помогаем людям реально решать жилищные вопросы. Каждый человек живет в квартире и нас всегда с благодарностью меняет. Мне кажется, это реально. Кстати, еще один пример. Я только сейчас это понял, что это можно показать. Вот зеленая лампа. Ох ты. Как в самолетах показывает, что туалет свободен. Кто тут? Кто тут крайний? Никого? Так я первый буду. Можно? Покажи, покажи. Там он тоже быстро можно посмотреть. Зеленый, где горит, туда можно зайти. Все. Мелочь, а показатель. Такого никогда не видел. Ну а что, почему нет? Пойдемте, вот у нас риэлторский зал. Это отдел продаж, по-моему. Да, это отдел продаж. Ой, я обожаю отдел продаж. Обожаю вообще. Это моя жизнь. Кто сегодня продал? Продавцы есть такие? Есть у нас тут все многие сделки делают. Кто сегодня сделал продажи? Вот, пожалуйста, яркий пример. Продали? Задаток. Ну, это то же самое, что в нашем деле, как продажа. Да, молодец. Поздравляю. 29% говорят, что продали. Круто. Да. Супер. Ты можешь себе позволить выпить кофе сегодня. Нет, тут энергетика сильная. Деньгами пахнет. Он сильно отличается от других. У нас в Тюмени средний доход риэлтора где-то 82 тысячи рублей. Жить, как говорится, хорошо. Достойно. Топ получает 250-300. А хорошо жить еще лучше. Гроссмейстерские, я считаю, показатели. А самый большой доход риэлтора какой-то был? Риэлтора был, по-моему, в месяц миллион триста. И мне скажи, на какие заработки заместитель директора трикотажной фабрики отгрохал себе двухэтажный особняк. Вот недавно, кстати. Такая нескрытая реклама, где надо работать. Но побочный эффект уже есть. То есть тут нужно реально работать. Тебе один минус только. Ну что, Ильдар, спасибо большое за эту встречу. Желаю вам успехов в труде и большого счастья в личной жизни. Я думаю, что всем нашим... Дайте совет всем руководителям страны. Я вот считаю, чтобы что не говорил, профессиональное управление – это наука. И ей просто надо уметь заниматься. Не там эмоциями, да, там не это. Это система управления, надо учиться, читать. Все это банальные слова, но, как ни странно, именно они работают. Это пресловутый запрос на профессиональное развитие, друзья. Да. Нужно, конечно же, читать, развиваться, учиться и быть открытым к этому миру. До новых встреч. Спасибо большое. С вами была компания «Эттажи» Ильдар Хрусаинов и я, Максим Батанов. До встречи. Это Владивосток. Тут будет 530 участников мастер-класса. Смотрите, первый ряд уже занят VIP-клиентами. Вот они сидят. Сидят. Хочу взять интервью одного человека, который находится часто за кадром. И зовут его Николай Лазарев. Это мой помощник. Вот, посмотрите. Николай, привет. Лазарев, Максим Батанович. Рад вас видеть. Скажите, пожалуйста, вот как вы справляетесь с этим совсем? Это что такое вообще? Вот объясните, для чего вот это вот все нужно на мастер-классе? Для того, чтобы на мастер-классах Максима Батанова было нескучно не только участникам, но и всем остальным людям, которые сопровождают мастер-класс. Что это такое, скажешь? На самом деле, это синтезатор. Для того, чтобы играть различные мелодии, любимые композиции. Например, «На высокий берег выгнали казаки 40 тысяч лошадей». Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жизнь. С нашим атаманом не приходится тушить. А вот это что такое, Николай? Связь с МКС. Это связь с МКС. Как ты один справляешься с этим всем? Увесни вот нам, всем зрителям. Как ты один справляешься с этим всем? У меня есть друг. Ну-ка, покажи. Друг у него есть, который у него всегда сам. Вы вместе это делаете. Понятно, все, я понял. Так, ну ладно, дальше давай. Вот это что такое? Два ноутбука, зачем тебе два? На самом деле, их три. На самом деле, их три. На самом деле, их три. Вообще, их четыре. Один начал у меня на сцене, да? Николай таскает с тобой три ноутбука. И четвертый наскаве я. Два магнитофона, две кинокамеры, два портчегара. Это техобеспечение называется. А зачем три, Коль? Бог любит троица. Понятно, все. Хорошее число три, оно умножается, делится на три, умножается на любое другое число. Нравится тебе просто число? Хорошо, да, оно и выглядит неплохо. Ну, не только тебе. С тремя тскавичками, да. Ладно, дальше давай. Вот это что такое? Вот это. Какой-то корыто с кнопочкой. Неужто золотая рыбка сжалилась? Нет, бабуся, нет, я сам. На самом деле это видеомикшерный пульт. Видеомикшерный пульт. Видеомикшерный пульт, только полезная вещь. Кстати, смотри, какие заставки Николай делает в каждом мастер-классе, в каждом городе отдельно. Вот, видите, комбат Владивосток и сзади используем видео городом с его главными видами. Я не знаю, где эти видео он берет. Обязательно партнеров, логотип. Ну, точно, ни у одного спикера я вообще ни разу такого не видел, даже у иностранного, не только у российского. Такая только у меня и у Майкла Джексона. Так, дальше. Вот это что? Это специальная штука, и она для того, чтобы лайфвидер показывать, посмотришь. У вас с крупным планом, да, чтобы все участвовали. Представляете, какой зал у нас большой? Большой зал, да. У нас есть микриды, которым будет прекрасно вас видно, а есть и другие ряды, в том числе и самые-самые дальние, которые тоже хотят видеть каждую микроэмоцию спикера. А для этого мы будем выводить крупным планом ваше лицо на эти замечательные экраны. Замечательно, поразительно, гениально. Ладно, а вот это что такое? Он просто не включен. Огромный вот этот вот. Микрофон. Микрофон? Да. А я думал, вот это микрофон. Приемники сигнала. В общем, друзья, разобраться в этом сложно. Я ничего не понимаю, поэтому у меня есть отдельный человек, который со мной работает уже 14 лет. Тут вот куча каких-то проводов. Тут куча проводов. Сейчас приберемся. Там куча проводов. Здесь куча оборудования. Ноутбуки. Раз, два, три, четыре. Пятый на сцене. Шестой стоит здесь. Три магнитофона. Три кинокамеры заграничных. Три портсигара отечественных. Какие-то экраны, джойстики, микшерные пульты, синтезаторы. Даже с бытовой заяц. Вот он смотрит и уже наблюдает за тем, как будет проходить мастер-класс. Моя гарнитура. Это непросто быть бизнес-спикером. Особенно хорошим бизнес-спикером, да. Номер один? Ну, я не знаю. Это люди пусть сами решают. Поэтому я работаю не один. У меня есть команда. И Николай это один из только членов команды. А вообще людей достаточно большое количество организовывает мои мастер-классы. Всем привет. Приходите на мастер-классы Максима Патрина. Да, говоришь, что нравится людям. Ну, я уверен, что и сегодня все пойдет замечательно. Да, ну посмотрим в конце, как это будет происходить. Пока. Я потрясен. Потрясен. Пойду полежу в кустах один. Дорогие друзья, мы находимся в городе Уфа. На самой оживленной остановке этого города, который называется Гостиный двор. Именно здесь купцы, предприниматели того времени, кулаки, как их называли, да, зажилищные крестьяне продавали свои товары. Здание, мимо которого мы идем, это историческое здание. Именно в этом здании зародилось, так скажем, бизнес, дело Блохиных. Это книга производства, производство печатной продукции, открытых для этого города, журналов. Немного предыстории. Екатерина II приказала, что в каждом губерническом городе обязательно находилась типография печатной продукции. И вот как раз семейство Блохиных в 1812 году, это было первое семейство, которое в этом здании, со скошенным углом, который находится на пересечении улицы тогда Центральной и улицы Казанская, сейчас улицы Октябрьской и улицы Ленина, была открыта первая типография. И рядом с этим же зданием была открыта первая публичная библиотека уже спустя много лет, в 1869 году, очень известным леценатом и купцом того времени Николаем Кондратьевичем Блохиным. До сих пор в этом здании, сменив три эпохи, находится книжный магазин Блохиных, который называется «Магазин знания», что удивительно, конечно же, да? Они пережили Советскую Россию, они пережили царское время, они до сих пор находятся в нашей современной России. И я хочу в этот «Магазин знания» сходить, посмотреть, что он на себя представляет. Четыре года назад появилась эта мемориальная доска на этом здании. Хорошо, что мы начинаем вспоминать тех людей, которые стояли у основания предпринимательства в своем городе. И я скажу, что Блохина Николая Кондратьевич называли «Уфимским Сытиным». Как мы знаем, что династия Сытиных – это одна из самых известных в России династия книготорговцев, тех людей, которые печатали для нас книги. А Николай Кондратьевич Блохин являлся одним из основоположников того, чтобы люди в его городе читали книги. И он создал библиотеку, которая считалась лучшей библиотекой. Это была платная библиотека в 1871 году. Там находилось две с половиной, почти тысячи книг. Постоянно приходили новые журналы, и «Вестник Европы», и «Современники», и много-много других известных журналов для того, чтобы приучать жителей города читать и познавать мир через бумагу, скажем так. И Николай Кондратьевич Блохин был одним из первых вообще людей в России, который начал печатать открытки с изображением своего города и с его достопримечательностью. Так, мне, конечно, интересует, есть ли эта книга та, которую мы ищем в магазинах книжных. Давайте посмотрим. Посмотрите, какое огромное здание. Это книжный магазин. Она очень похожа на Елисеевский универмаги в Москве. С каким размахом наши купцы строили магазины для жителей города, в котором они находились, жили, как они улучшали среду вокруг себя. Знаете, я хожу по этому магазину, но мне не верится, что этому магазину 103 года. Нашел себе книжечку Стив Джобс «Религия черной водолазки». Таких книг в Москве я не видел, надо будет приобрести. Ну и в целом, да, что я могу сказать про Блохина. Это тот человек, который очень много отдал своему городу. Помимо того, что библиотеку городскую он передал в 1912 году полностью своему городу, безвозмездное пользование. Он строил в честь столетия, кстати, своего книжного бизнеса в 15-м году. Они построили больницу на 24-й койко-места и тоже передали безвозмездно в пользование города. Также точно приходское училище было построено за деньги Блохина. То есть большую часть своего дохода, который он получил с продажи книг, с производства открыток, с производства своей газеты, первой уфимской частной газеты, давалась на благо этого места, где, собственно говоря, сам предприниматель лежал. Что там говорить? Можно сказать только одно, что в честь Блохина была названа в Уфе целая улица. Представьте себе, в наше время кто-нибудь назвал улицу в честь предпринимателя. Это, конечно же, кажется удивительным, но я думаю, если предприниматели будут в том числе не только зарабатывать деньги, но еще и думать об обществе, в котором они живут, о городе, о стране, и у нас такие яркие примеры есть, которые очень много сил вкладывают в свой город, то не за горами это будущее, когда у нас начнут назвать улицы в честь наших бизнесменов и предпринимателей, отрывающих от всех куски сердца и отдающих своей стране. Он вырвал свое сердце и высоко поднял его над головой. Дорогие друзья, приветствуем вас. Это Пхукет. Мы находимся на рыбалке. Идем полным ходом для того, чтобы поймать много-много тунца. Большой командой собрались. Как вы знаете, я очень люблю команды. Поэтому родилась идея организовать международный конкурс, который будет называться «Комбат-команда». Причем, я скажу честно, что этот конкурс мне подсказали провести сами же участники моих мастер-классов. Вот это ребята, которые после мероприятия моих решили сделать общим деланием какие-то такие хорошие, богоугодные дела в своих городах. Как вы знаете, на берегу реки Кама стоит большая красивая надпись «Счастье не за горами». Эту надпись можно увидеть в нескольких художественных фильмах, в том числе в фильме «Географ, главу с пропил». И, к сожалению, этот объект не стоит на балансе города, он никому не принадлежит. Поэтому вот эта красивая надпись, которая была написана красными яркими буквами на берегу реки Кама, она со временем истерлась, оскудела, так скажем, стала серенькой и бесцветной. Мои организаторы в городе Пермь, школа бизнеса «Каменный город», в которой руководят два прекрасных человека, Родион Брехович и Наталья Агафонова, собрали после моего мастер-класса команду, решили восстановить этот арт-объект. За арт-объектом никто не смотрел, потому что, я так понимаю, что этот арт-объект на балансе города не стоит. И вот команда, они объединились вместе, купили краски красные, поехали, покрасили, восстановили, реанимировали, отремонтировали надпись «Счастье не за горами», восстановили этот арт-объект, теперь он снова радует глаз жителей города и туристов, которые приезжают сфотографироваться на фоне этого объекта. Второй пример был после мастер-класса, когда ребята из города Симферополь поехали в свой город, воодушевленные, и решили своей компанией восстановить один из памятников победы в Великой Отечественной войне. Они собрали всей своей командой, наняли несколько грузовиков, так скажем, для мусора, выкашивали бурьян, выкашивали сорняки, красили памятник победе, который никому уже был не нужен. И теперь жители города могут снова радоваться этому прекрасному памятнику, потому что коммерческая организация за свой счет. Ребята сами решили сделать памятник красивым. Я считаю, что это очень важно. Я считаю, что очень важно не только уметь зарабатывать деньги, выращивать людей, достигать результатов, завоевывать доли рынка, уничтожать конкурентов, воевать, но и делать какие-то созидательные вещи. Я считаю, что очень важно, чтобы мы с вами умели улучшать этот мир по-настоящему. Поэтому объявляю конкурс «Комбат-команда», дорогие друзья, которые будут идти три месяца, январь, февраль и марш. Условия участия в конкурсе. Первое. Надо собраться в своей команде, во главе со своим руководителем. Второе. Придумать идею, каким образом вы сможете улучшить этот мир. Придумайте, что богоугодное, что хорошее, созидающее, вы можете сделать для своего города, для своей страны. Может быть, вы поможете каким-то образом ветеранам войны. Может быть, вы покрасите какой-нибудь подъезд. Может быть, вы решите восстановить какой-то тоже архитектурный памятник, который нужен городу, но им никто не занимается. Может быть, какое-то другое хорошее, созидательное дело сделать. Второе. Опубликовать в своих социальных сетях с хэштегом «Комбат-команда». Желательно прислать мне, либо в любую социальную сеть, на почту, на электронные адреса, которые я укажу внизу в этом видео, для того, чтобы я видел, что вы участвуете в этом конкурсе. Третье. Ждать победы. Ждать победы, надеяться и верить, что вы сможете победить. Главным призом будет ужин с Максимом Батарем в вашем городе. Я обязательно приеду в ваш город со своим помощником. Мы устроим ужин, мы с вами проведем несколько часов вечером. Это хороший подарок, потому что его точно нельзя купить за деньги. Он не продается в магазинах. И я считаю, что это тоже будет интересно нам всем с вами. Будет три призовых места. За второе, за третье место призы я еще не придумал. Честно скажу, поэтому бежать не буду. Но главный приз уже озвучил. И ждать победы, ждать победы. Друзья, участвуйте в конкурсе. Делайте что-то хорошее для своего города, для своей страны, в которой вы живете. Пусть конкурс будет международным. Я не хочу ограничиваться территорией России. Пусть этот конкурс будет проведен во всех городах, в которых только возможно. И самое главное, любую команду, которая присылает эти работы на участие в конкурсе и ставит хештег «Комбаткоманда», мы будем поощрять тем, что будем публиковать ее видео в нашем видеоблоге. Мы будем бесплатно пиарить вашу команду, для того, чтобы все узнали, какое хорошее дело вы делаете для того места, в котором вы живете. Мне кажется, это тоже очень важно. А вас узнает вся страна, друзья, о тех делах, которые вы делаете. Поэтому участвуйте в конкурсе «Комбаткоманда». Он продлится три месяца. Январь, февраль и март. В конце марта мы подведем итоги прямо перед Пасхой и объявим главного победителя. Поэтому только вперед, дорогие друзья. До встречи в вашем городе. Друзья, всем привет. Рубрика «Вопросы-ответы». Есть один интересный вопрос, который мне несколько раз задавали уже под выпусками «Комбатлайф». И сейчас я его зачитаю. Здравствуйте, Максим. У меня вопрос. Я снабженец, то есть клиент продавцов. И периодически сталкиваюсь с проблемой, когда продавец не хочет или не может продавать. К примеру, из последних случаев я покупаю сэндвич-панели, и мне нужна помощь продавца определиться и разобраться с видами дополнения, толщина металла и так далее. Так как для меня это в новинку. Следовательно, я задаю вопрос продавцу по данной теме, чтобы определиться с выбором, а в ответ получаю такое. Когда вы определитесь, что вам нужно, я выставлю вам счет. Послать бы такого продавца и купить у других, но у них лучшая цена, условия оплаты, есть доставка и прочее. В итоге я самостоятельно разобрался. Даже вник в процесс производства и купил. Но купил я у этого лентяя, так как это выгодно для моей компании. Что мне никак не дает покоя? Можете что-то посоветовать в таких ситуациях? Макс Каспер, уважаемый, задает этот вопрос. И я Максу хочу ответить. Даже, наверное, не ответить, а порассуждать вместе с вами вслух. Как вы думаете, почему возможно вообще такой беспредел, когда продавцы таким образом ведут себя? Клиенты им звонят, а продавцы им хамят по телефону и говорят, ну вы определитесь, что вам надо, а потом, может быть, я и подумаю, нужно вас консультировать или нет. И таким образом не продают. И в первую очередь, честное слово, я вот хочу признаться, что я уверен, что такое отношение продавцов к покупателям именно из-за того, что на сайте самая низкая цена. То есть они таким образом обеспечили себе трафик входящий, от клиентов нет отбоя, сотрудники не самые высококвалифицированные. И они могут себе это позволить, потому что клиенты у них есть. Вы далеко не один снабженец, который сканирует, так скажем, весь рынок, который по спирали все возможные такие предложения находит. Извинить этим продавцам, радостно считая то, что сейчас он все-таки нашел самое выгодное предложение, его обслужат по полной. Но такого не бывает, не бывает. Я считаю, что дорогих сотрудников может содержать только те предприниматели, которые не продают дешево. Это важно понимать, что если ты хочешь нанимать себе нормальный персонал, то тебе нужно платить им большие зарплаты, ну как минимум достойные, так скажем, доходы, и ты не можешь себе позволить продавать дешево. Я уверен, что в любой цене товара есть не только высокомаржинальные жадные собственники, но в том числе и классные услуги, которые предоставляет эта организация, классный персонал, который предоставляет эта организация, классные гарантии, которые предоставляет эта организация, и много чего другого, что может тянуться вслед за этим предложением. Есть такой анекдот. Бригада рабочих. Быстро, дешево, качественно. Выберите любые два пункта. То есть три пункта невозможны. Невозможно, чтобы быстро, дешево и качественно было у одной бригады рабочих. И если хотите дешево, значит будет только быстро, допустим. Если хотите дешево, то будет только качественно, но не быстро. Ну и так далее. В общем, для того, чтобы получать лучшие услуги, не надо гоняться за самым дешевым. Я в этом искренне убежден. Я более того, я считаю, что те игроки, которые являются дискаунтерами, которые снижают цену специально для того, чтобы уничтожить своих конкурентов таким образом, они являются временными на рынке. И все ценовые войны заканчивались всегда плачевно, проигрышем всех сторон и закрытием организации. Ну вы тоже можете убирать себе, да. Либо вы хотите качественных продавцов, и тогда это будет зашито обязательно в товар, так скажем, или в услугу, которую вы приобретаете для организации. Либо вы ищете самую дешевую, но тогда не рассчитывайте, что продавцы будут радостно встречать вас, обнимать, делать вас единственным, неповторимым. Делать все для того, чтобы возвращались снова и снова в эту организацию. Выбор за вами. И, в общем-то, я постарался объяснить максимально, так скажем, честно свою позицию. Поставьте себе на место любого собственника бизнеса, любого предпринимателя. вы и поймете сразу ситуацию, почему она такая произошла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok